Конечно, голосование на востоке Украины имело некоторые методические и процедурные недочеты, но этого и следовало ожидать. Мы должны помнить, что этот референдум, который является истинным примером самоорганизации народа, был проведен с весьма скромным бюджетом. По сообщениям, он составлял всего 1700 долларов, большая часть из которых была потрачена на бумагу и картриджи для печати бюллетеней. И все это время никем не избранный путчевский режим в Киеве делал все возможное, чтобы помешать голосованию. Оно действительно проходило под дулами автоматов. Под дулами автоматов представители киевского режима, которые фактически убивали людей, пытающихся проголосовать.